привет и с вами снова я марина ингрид и вот за 100 с лишним дней 110 где-то 115 нашего карантина мы впервые пойдем в паб пойдемте это сынский паб пожалуйста здесь надо ставить в очереди если много людей внутри не забываем про социальную дистанцию обратите внимание что во всех бабах постелен ковролин из-за этого в пабах довольно таки специфический запах мне вам его сложно передать к сожалению пока что технологии еще не дошли до передачи запахов но вы можете представить что здесь пахнет пролитым пивом старостью в общем это такой особый запах у пабов во многих пабах люди живут на втором этаже снизу паб хозяева живут на втором этаже а вот здесь собака живет и девочка тоже живет здесь на издал вот здесь собака живут на втором этаже с апельсиновым соком дети очень любят газировку с апельсиновым соком смешивать вот здесь тоже везде поставили стекла чтобы была какая-то преграда между подсветителями и барменами вот наши соки пришли с газировкой поэтому они все мои камеры наверно виновата смыть его смотрите нужно здесь и самую вену спальское пиво взять а вот моя любимая вену поддается the ales won't have any extra fish they'll be quite flat сейчас он не работает но наверняка холодные вечера его здесь зажигают какая-то кастрюля стоит у него что здесь ведьма что-то готовит зелья а кстати хотела показать помните видео про открытие пабов я говорила про то что александр полк ходил здесь местную школу вот как раз в этом пабе висит его портрет фотография и заметка о том что он ходил в школу в этом городке городок туайфорд говорила даже больше не я отдаю я переводила портрет джин миллер фанклина тоже если вы смотрели видео про открытие пабов я говорила про то что он останавливался в этом городе туайфорд написал свои мемуары как раз в этом пабе висит его портрет и небольшая заметка о том что в 1771 году он здесь пил пиво и написал первую часть своей автобиографии наверняка вы его узнаете каждый кто держал долларовую купюру знает как он выглядит вот здесь надо всегда запоминать какой номер столика чтобы принесли еду в правильное место вот посмотрите на наши напитки довольно таки много мы заказали потому что мы приехали с большой семьей с тремя детьми с моей свекровью свекровь по-английски называется мать в законе мне это очень веселит потому что сегодня день рождения у младшего сына Дэнила мы таким образом решили отметить ребенок захотел пойти в общественное место но конечно столько дней не ходил в общественные места ему прям захотелось пойти в папу красивая роза пахнет как замечательно опять таки не могу вам запах передать вот видите мы даже с собакой пришли собака тоже матери в законе перед тем как сесть за стол надо обязательно помыть руки особенно сейчас во времена пандемии коронавируса наверняка вы читали мою статью про то что у англичан два крана для горячей и холодной воды ну вот в этой например раковине нет затычки поэтому я не знаю по английскому стандарту здесь руки помыть не получится обычно они как делают затыкают раковину набирают воду из горячего и холодного крана добавляют мыло прям туда же все это взгалтывают и мыют руки вот так вот потом поплюхали там руки и вроде как все помыли вот открывает воду вода уходит и руки вроде как помыты ну вот так вот сейчас пойдем к столу здесь есть и еда и напитки я заказала диноз а ты что пьешь? такой сок газированный о, фишфингер с этим они разные вот, эти али два различных али али то есть какая разница между ними? ну, эта али немного мягкая эта али это или просто толстанет я вижу что здесь космонтирует ой это 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 Они взяты капсулы? Да, они взяты капсулы. Гринкин IPA, это Индия Пале Аль. Эта Индия Пале Аль, это означает, что это аль, который был создан, чтобы были экспортированы в Индии. А-а-а. Что называется IPA? Это бир, который был экспортирован в Индии. А-а-а, это бир, который мы держим. Это довольно медикативный. И я не люблю это, но это просто аль. Это аль. Это аль, который был создан от этих людей. И это аль, который был спеклетен. Аль, который был в Индии. Аль, который был в Индии. Я очень люблю этот человек. Как он? Он был в Викторе. С мысль �ь. Он был Shit Соботой. Это бир, который был подмянцем. Он господекcharские. Он создает семена и длинность. МONE. Это может быть Бакус. Бакус и зеленый человек были вместе. Бакус – бог Роман. Бакус – бог Роман. Бакус – бог Роман. Дионис – бог Роман. Да. Но в Ингландии, потому что мы не растягивали грибы, когда Романы пришли, они развернули их бога с городами. Бакус – бог Роман, Бакус, и люди так и так, все были вместе. Вы знаете, что это такое? Что это за музыка? Это фургончик с мороженым. И вот все дети приходят покупать мороженое. Он так объезжает окрестности. И этой музыкой оповещает всех, что приходите покупайте мороженое. Погода, на мой взгляд, не очень теплая для мороженого. Ну, смотрите, уже два детей прибежали. Причем буквально сразу же. Мы вам показывали мороженое в видео, которое называется «Экспресс прогулка по Винчестеру». Мы там тоже в таком фургончике покупали мороженое. «Экспресс прогулка по Винчестеру». Посмотрите, это табличка «Welcome back». Добро пожаловать опять. Это после того, как во время карантина пабы были закрыты. Вот многие пабы открылись и с распростертыми объятиями ждут опять посетителей. Смотрите, пальмы растут. Кто не верит, что в Англии растут пальмы, пожалуйста, доказательства. Да, нам принесли еду. Не на тарелках опять-таки, потому что можно заразиться коронавирусом, поэтому приносят все в одноразовых таких вот лотках. Ммм, как вкусно выглядит. Тоже тарелка одноразовая. Вот такая вот типичная английская еда обычно картошка фри, жареные помидоры, свинина. Ну, вот ананас. Это что-то необычное. Вот, а у Даньки? Самое лучшее мясо. Самое лучшее мясо. Это что там у тебя лежит? Ребра. Свиные ребрышки, кукуруза, салат coleslaw и картошка фри. Да, по-английски картошка фри называется как? Франч фрайс или чипс. Да, франч фрайс или чипс. Не путать с чипсами, которые мы по-русски называем чипсы, потому что чипсы по-русски это криспс. Да. А вот тут и бургер тоже. Традиционное английское блюдо. Называется фиш и чипс. Рыба в киеве. Традиционное английское блюдо. Называется фиш и чипс. Рыба в кляре. Это треска. Треска в кляре. К нему подается обычно картошка фри также. Тартар соус. Это что-то типа майонеза. И вот такие вот наши пюре из гороха. Традиционное английское блюдо. Они дали деревянные одноразовые приборы, и они уже все у нас поломались. Кстати, хотела сказать, что свинина с ананасом оказывается традиционное английское сочетание, а я об этом не знала. Спасибо, что вы присутствовали на дне рождения Бена. Ему исполнилось 10 лет. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вам оно понравилось, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!